Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, уважаемые ученики Школы Видеоблогеров! Сегодня мы открываем целый цикл наших уроков, это уроки про YouTube Analytics, какие данные там предоставлены. И первое занятие, естественно, это будет обзор, обзор YouTube Analytics. Мы заходим в творческую студию, да, и попадаем в панель управления своим каналом. Здесь у нас есть YouTube Analytics. Переходим вот сюда вкладочку, и перед нами открывается очень интересное, очень интересные, скажем, данные. Это все данные по нашему каналу. А более подробно, буквально через пару секунд. Итак, вы на канале «Бесплатная школа видеоблогеров», и мы разбираем YouTube Analytics. Что нам показывает YouTube Analytics во вкладочке «Обзор». Мы пройдемся по всем вкладочкам. Каждой вкладочке мы уделим особое внимание. А сейчас я бы хотел вам показать, сказать, что здесь происходит на этом главном экране. То есть представьте, что это наша рабочая доска. И я научу ею пользоваться вас, чтобы вы могли понимать. Очень важно. Вверху у нас написано «Последние двадцать восемь дней». Это стоит по умолчанию. Мы можем выбрать эту неделю. Мы можем выбрать за все время или первые девяносто дней нашего канала. Либо за последние тридцать дней. То есть вот в этой вот моменте мы выбираем, а здесь мы можем выбрать точную дату. Какой-то один день или одну неделю или за все время. То есть будем смотреть мы, допустим, за последние там, за последние тридцать дней. Следующий момент. У нас поиск контента. Мы можем вставлять любое видео, любое название и по этому названию здесь, как просто в поиске гугла, в поиске Яндекса можем искать какие-то свои ролики. Допустим, мы пишем оптимизация, опти. И уже нам сам YouTube подсказывает либо ролики, которые есть там, да, можем все результаты по запросу посмотреть. Либо плейлисты, которые у нас есть. По, с этим словом оптимизация. Дальше поехали. Поиск местоположения. Мы можем искать что-либо по каким-то предлагаемым регионам. Дальше. Очень важно. Мы можем искать либо по видео, либо по плейлистам, да, в этом формате. Можем искать по прямым эфирам, либо по запросу. Опять же, да. Ну, разберетесь по верхнему. Дальше. Это наш такой вот своеобразный дашборд. То есть, это такие блоки, которые не меняются пока. В новой версии они меняются, наверное, будут. И здесь у нас время просмотра. Мы можем смотреть. И причем, смотрите, наводя на любую точку, мы можем посмотреть там, когда, что было там, время там, да. У нас было два дня, восемь часов. То есть, среднее время просмотра в минутах, да. То есть, у нас, в принципе, за тридцать три, за тридцать дней у нас всего просмотра было там, да, там, мы можем посмотреть, там, у нас было тридцать три дня, двадцать две минуты. И это минус шестьдесят девять процентов по сравнению с предыдущим днем. Средний просмотр в минутах. Зелененькие треугольнички, значит, что у вас растет. Это значит хорошо. Красненькие не совсем хорошо. Но смотрите общую картину, как вот, да. То есть, у нас вот здесь вот, есть такой тоже дашборд. Были просмотры. Расчетный доход пока отключен. Здесь, когда у вас включена монетизация. У нас монетизация включена, но мы пока отключили рекламное объявление, чтобы не… У нас ролики короткие и чтобы вам не мешать обучению, соответственно. Когда вы будете зарабатывать, в этой вкладочке у вас будет расчетный доход. То есть, вы будете видеть, сколько вы зарабатываете, сколько вам приносит доход ваш YouTube канал. Мы будем разбирать по доходам на примере другого канала, на каналах наших партнеров. Но следующий момент. Мы видим оценки нравятся. Надо понимать, что это оценки, которые были поставлены за тридцать дней. Если мы возьмем все время, то естественно, вот сейчас вам увидите, количество просмотров и количество оценок, оно увеличится. Понятно, да? И если мы возьмем, допустим, там за… опять вернемся за последние там двадцать восемь дней. Ну, давайте, чтобы уже нам было за последние тридцать дней. Вот. Следующий момент. Мы можем посмотреть статистику, допустим, оценки нравятся, не нравятся, да? То есть, тоже было повышение оценки нравится, не нравится, соответственно, там в этом формате. Вот. Секунду. Вот. Тоже повысились. То есть, нам поставили дизлайки. Это, соответственно, лайки, а это дизлайки. Комментариев. Количество комментариев, конечно, повысилось. И смотрите, прямо внизу вам YouTube подсказывает на сколько процентов по сравнению с предыдущими тридцатью днями у вас увеличились комментарии либо уменьшились, да? И мы можем нажать и перейти в большее. Смотрите, у YouTube все всегда работает. Если вы нажимаете куда-то, то очень часто вы можете перейти. Это очень важно, да? То есть, вот вы нажимаете сюда и вы прямо попадаете в этот дашборд. То есть, прямо в этот момент. И вы видите, более того, вы видите, каким видео поделились, да? Тут статистика очень крутая штука и мы будем разбирать, смотреть. Дальше. Видео в плейлистах. Соответственно, если вы нажимаете, вы можете узнать, какое видео в плейлистах больше посмотрело. Вот. Дальше поехали. Подписчиков. Количество подписчиков, когда они у вас… Это в режиме за тридцать дней. То есть, двадцать восьмого, ноль седьмого. Не убирается эта штучка. Вот. До двадцать восьмого, допустим, до двадцать восьмого, ноль восьмого. То есть, у нас… И мы видим те дни, когда у нас подписчики приходило больше, меньше, да? Соответственно, был день, когда десятого августа у нас никто не подписался, а просто один ушел. Неприятно. Но мы можем тогда проанализировать, что же было в этот день и посмотреть. А был день, когда у нас двадцатого, ноль восьмого, то есть, двадцатого августа у нас подписало сразу двадцать три человека. И мы смотрим, да? То есть, мы анализируем, какой контент нравится зрителям, да? И в это время, видите, кто-то подписывается, а кто-то отписывается. Но больше по подписчикам мы проговорим отдельно. Дальше у нас видео в топ. Опять же повторю, что это видео в топ только в режиме последних тридцати дней. И опять там, да? У нас получается, здесь мы смотрим. То есть, это вот обзор, вкладочка. Это только одна вкладочка обзор. Эта вкладочка обзор показывает нам, как у нас идут дела на нашем канале за определенный промежуток времени, там, да? За тридцать дней, за один день, за неделю, за все время. И дальше мы видим видео в топ, да? Какое видео набрало, допустим, вот у нас там набирает популярность, это видео, кто такой продюсер YouTube канала, да? Или там, как раскрутился канал трансформатора, или что такое YouTube премиум. Видите? Оно набирает популярность, мы видим, как и где. Дальше мы смотрим внизу, самые популярные регионы, тоже очень важно, да? Из России 49, Украина 21, Беларусь 16, Казахстан 2,7, Соединенные Штаты 2%. Потом пол мы смотрим, да? Пол у нас мужчин больше, чем женщин практически в два, почти в два с половиной раза, да? По таблице, да? И источники трафика. Откуда у нас идет трафик? Поиск из YouTube, внешние источники, разделы на YouTube и другое. Места воспроизводительные. И мы вот в этом вот обзоре, мы можем смотреть полностью, как идут дела на нашем сайте, на нашем канале, извините. Я очень рекомендую вам начинать ваше утро из этого вот вкладочки, вкладочки обзор. Более детально по всем вкладочкам мы пройдемся в других наших инструкциях и уроках. Спасибо за внимание. Приходите к нам в школу видеоблогеров, в бесплатную школу видеоблогеров. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание. До свидания.